Ну, а теперь к Новотеку и вот этому проекту Арктик-2 СПГ, потому что это какой-то парад лицемерия. Я не знаю, как это по-другому назвать. Новая правда, блин, это как-то назови, поблагозвучнее. Итак, смотрите, по последним данным, которые были в открытом доступе, акционерами Новотек являются, значит, Михельсон, 24,76% акции, Геннадий Тимченко, 23,49%, французская компания Total Energies, 19,4% акции, и Газпром. Натовские фашисты, смотри, влезли туда прям. У которого почти 10%, надо понимать, что сам Газпром, он только наполовину государственный, а все остальное это тоже частная лавочка. Может, это тоже натовский фашист даже какой-то пакетик акций имеет. Если кто-то скажет, что это государственная компания, она нет, она вообще не государственная, там исчезает еще малый процент государственного участия. И дальше будет только меньше. А теперь смотрите, хронология. Итак, наступает 22-й год, этот жуткий 22-й год, который все изменил. Который, да, в котором наши олигархи, они начали проявлять героизм. Отказываться от своих этих благ ради антифашизма. Вот и бог им не спослал за этой милости. И французы объявляют о том, что они будут выводить своих представителей из совета директоров в Новотек, и больше не будут учитывать свои 19,4% акций в нем, в своей отчетности. Ну, то есть, это приведет к обесценению активов Total Energies в отчетности за четвертый квартал. Я перевожу. То есть, они не захотели продавать свои активы, они их оставили, но просто мы их больше не учитываем. В пресс-релизе отмечается, что Total Energies не может продать свою долю в 19,4% в рамках действующего СПГ-соглашения, так как ей запрещено продавать активы одному из основных акционеров Новотек, потому что они под санкциями, и они как бы плохие. Они же там как-то... Владимир Владимирович, наверное, помогает. Они хорошие, продвигают. Поэтому французы сказали, что мы просто не можем продать, придется их оставить. Ну, вдруг там что-то поменяется, да, и может быть потом раз и заскочить обратно. А зачем свою долю кому-то отдавать? Пускай там полежит пока. Глядишь, там как-нибудь политика поменяется, и можно будет вернуться. Что опять же показывает, насколько они неуклонно нацелились на то, чтобы уничтожить Россиюшку. Да, очень-очень. Далее. Это был, значит, декабрь 22-го, да, или июль 23-го. Французская компания Total Energies будет покупать сжиженный природный газ на СПГ. Ой, газ СПГ с российского проекта Arctic SPG-2. Это тот проект, который должен был запуститься в декабре 23-го года. То есть, вот достраивали, и французы заранее объявили, газ будем брать. Хорошо. После его запуска. И они молодцы. И хорошо, они дадут деньги. Евро за это дадут свои фашистские. А Владимир Владимирович Премудрый пустит их на антифашизм. Эти евро. Об этом, собственно, у глава компании Патрик Пуяне. Или Пуяне. Не знаю, как он зрение произойдет. Никакого спота, никаких дополнительных объектов. Мы свели свою российскую активность к долгосрочным контрактам. И если Arctic SPG-2 будет запущен, у нас есть обязательства. Сказал он, добавив, что компания планирует следовать своему контракту, пока не наложены санкции на поставки российского СПГ. Если бы вот они перед нами так свои обязательства выполняли бы перед трудящимися, да? Как друг перед дружкой. Смотри, как у них свято. Можно только, я говорю, можно только порадоваться за них. Единственное, скажешь, жалко, что на нас такое не распространяется. И чтобы вы, дорогие товарищи, понимали, французская компания до сих пор покупает SPG по долгосрочному контракту, потому что она его закупает на другом проекте, это Yamal SPG. Там у нее доля в 20%. То есть 20% газа, собственно, принадлежит французам, которые его перекачивают успешно во Францию. Это слово о рекордах, про которые нам рассказывали. Это вот они. Это вот они, дорогие товарищи. Собственно, почему Михельсон, несмотря на санкции, как-то неплохо так поднялось состояние. Как он сам сказал, цена-то растет. Меньше проектов, ну и что? Цена-то растет. И пока все хорошо. У них все хорошо, да, я подчеркну, у них. У них все отлично. Видите, новые яхты, новые миллиарды, новые какие-то проекты, новые миллиардеры. Целый косяк миллиардеров новых клином залетел в этот список. Прекрасно, прекрасно, товарищи. Прекрасно. И вот смотрите, что дальше. Французская компания объявляет, это уже после ноября 2023 года, когда Минфин США в санкции наложил на Арктик СПГ-2. Ну, они фактически запретили с обслуживающим лицом этого проекта вообще какие-то дела иметь. И поэтому все встало. И тогда уже французы сказали, ну, раз запретили, то не будем получать жиженый природный газ с Арктик СПГ-2 в 2024 году из-за форс-мажора. Как они сказали, мы инициировали процесс форс-мажорных обстоятельств в соответствии с существующими контрактами. Мы будем соблюдать применимые режимы санкций в соответствии с нашими принципами поведения. Мне даже смешно. С вашими принципами поведения. С принципами, да? Да. В соответствии с теми принципами, по которым вы позицию меняете раз в год. Ну, и вот издание, которое профессиональное издание, вот как про нефть и газ, пишет, что французы владеют 10% акций в Арктик СПГ-2. Основным акционером проекта является Новотек, ему 60% принадлежит. А участниками проекта также являются две китайские компании CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Mitsui и Jogmec, владеющие по 10% в проекте, соответственно. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле участия. Ну, то есть, Новотеку 12 миллион тонн в год, а иностранные акционеры по 2 миллиона тонн в год должны были по контрактам получать. Однако, вот злые американцы вот это все, значит, запретили. Происполнившись натовским фашизмом своим. И поэтому теперь несчастному Михельсону придется продавать СПГ на споте. Это так называемые короткие продажи, короче говоря, недолгосрочные. Вот эти проекты. А вот, типа, приехал, купил, уехал. Бедный Михельсон. Много ему будет суеты дополнительной. А, постойте. Ему не будет никакой дополнительной суеты. Он как-то сидел, бумажки перекладывал, за столом так и будет сидеть. Суета другим людям же будет. Точно, я вспомнил. И сразу мне похорошело снова. А то я уже успел распереживаться за Михельсона. Ну, если он сейчас разорится и пропадет с радаров, то кто будет нам вещать классовую правду? Ну, вот она конкуренция во всей своей красе. Помощник госсекретаря США тогда заявил по вопросам энергетики, что цель США убить проект Арктик СПГ-2. Чем США и занимаются, вводя санкции и работая со своими партнерами по G7. Цель США не дать нам продавать бандеро-фашистам газ. Наши чиновники местные... США не хочет, чтобы наш газ попал на бандеро-фашистские заводы. Да. Но они не хотят, чтобы новые леопарды появлялись. Тем самым США подрывает этот блицкрик натовских фашистов. Блин, а почему они его подрывают? Не знаю. Они, наверное, хотят навредить натовского фашизму. Это что ж, получается, они тоже антифашисты? Как это работает? А может, это старая, добрая, крепкая Америка, которой представитель Карлосон приезжал к Вовану. Это они продавили. Наверное, партизаны наши. А, партизаны, как в войну. Помнишь, партизаны? Партизаны по тылам лазили и не давали эшелоны угонять в Германию. Вот они в глубочайшем тылу. Целые уже эшелоны, кстати, какие пускают под откос. Так вот, тогда же выступила против представительства МИД Мария Захарова. Ну, это же неизвестная представительность. По ее словам, Запад стремится за счет применения абсолютно нелегитимных односторонних ограничений помешать развитию и креплению энергетического партнерства между Россией и Китаем. Когда меня в застенок волокли, я тоже считал, что это нелегитимно совершенно. Но всем было насрать. Мы считаем такие действия категорически неприемлемыми. Я тоже считал такие действия категорически неприемлемыми. Тем более в отношении таких крупных международных гражданских проектов, гражданских проектов, как Арктик СПГ-2, подчеркнул Захарова. Не, а у вас реально, блин, господа начальнички и начальницы, у вас вот этого, что бизнес отдельно, война отдельная, прямо на какой-то новый уровень вышла, да? Прямо говорит, ну, это что к войне напрямую не имеет отношения? Вообще-то имеет. Этот газ на заводы пойдет, как топливо, и там будут делать леопарды, которые потом на фронте появятся. Так что имеет отношение к войне. Он и прямой, и косвенный имеет. Он много куда пойдет, много чего будет обогревать, много чего будет служить натовским фашистам. Да, как мы вот обнаружили, что подстанция, она хоть и гражданская, но она тоже там армии-то помогает, так что ее раздолбим. Ну, а Захарова подчеркнула, короче, что это разрушительная роль Вашингтона, который вот проведет экономические связи, и который из корыстных побуждений пытается вытеснить бизнес-конкурентов. У-у-у, корыстный побуждений. А когда такое было? Когда буржуй руководствовался корыстными побуждениями. Другое дело, вот мы честные рыночки. Или конкурентов, блин, гнобил буржуэст, российский. Ну, вообще забавно, да, как МИД переживает за японцев, за китайцев, за французов. За французов, конечно. И за абсолютно частную лавочку новотек. Такая фашистская страна, за нее надо попереживать. Кто за них попереживает, если не антифашист? Антифашисты добрые. Ну, МИД переживает за частную нашу компанию. Ну, потому что налоги же, да? Точно, ведь налогов тогда не будет. Если Михельсон разорится, кто нам будет налоги-то в бюджет пополнять? Точно. А если все за братья Михельсона? Подожди, а кто же это сделал? И освободить его от необходимости, платить налоги и нас всех содержать. Дяденька, давай сюда идти. Вышки, нефтяные заводы, газеты, пароходы. И мы сами проживем. Не будешь ты нас содержать. Мы, наоборот, тебе пенсию назначим. И вот тут что интересно. Это уже на апрель 24-го года. В итоге, в общем, этот проект «Артик СПГ-2» был вынужден сократить добычу газа. Из-за санкций начались проблемы, потому что не только с партнерами по долгосрочным контрактам. Там еще и отдельные технологические нюансы были. Турбины... Смотри, правда проблемы. Турбины не поставили газовые на этот проект. А все, обещали, обещали. Я помню, помню, там скандал был. Но вот что интересно, что они столкнулись еще и с нехваткой танкеров-газовозов для проекта. Почему? Потому что они заказали эти танкеры. Шесть должно было быть танкеров. Натовских фашистов. Корейцев. Корейцы южные, а не к натовским фашистам. Да, вроде не имеют отношения. Не, ну они там полякам танки гонят, но это вроде просто бизнес. Just business, да. Я не помню, просто присоединяются они к санкциям или нет. К НАТЕ. Но как бы там ни было, Совкомфлот попал под санкции, и поэтому теперь получается ситуация, при которой корейская верфь не может продать... Ему танкеров. Эти танкеры. Это тоже, видать, какая-то... И они застряли. Возить теперь газ не... По поле антифашистская работа из походов. Видишь, лишили еще газу. Я, правда, еще задался вопросом, о чем? У нас уже танкеры вообще разучились строить, да? Только корейцы могут строить. Видимо, слишком сложные. Ну, хорош, мы зато строим планы насаждения антифашизма. Всеместные. И храмы строим. Ну, и французы, как верные себе и своим принципам, в конце концов заявили... Французские буржуи, да. Совсем недавно, что есть... Надо сказать товарищам из Франции, привет, мы знаем, что вы там от них мучаетесь. Не меньше, чем мы от своих. Что там они еще вдумали? Они заявили, что есть в 14-м пакете санкции, которые ЕС сейчас будет принимать. Если туда включат санкции на Ямал-СПГ, это второй проект новотековский, с которым они газ покроют. То? То они тоже объявят форс-мажор и не будут. Вот тогда не будем покупать. Это наши принципы. Принципиально, если сказали санкции, все, мы соблюдаем. А так, конечно, надо возить, пока есть возможность. При этом агентство «Блогер» со ссылкой на собственные источники сообщает, что 14 пакет санкций против России – это введение запрета на реэкспорт через европейские порты российского СПГ в третьи страны. Вы поняли? Если санкции будут приняты, это не на то, что Европа не будет покупать. Европа будет дальше покупать, потому что надо же как-то на заводах. Просто из другой двери. Просто нельзя будет через третьи руки потом продавать. Или реэкспортировать, это значит, что из Европы, потом куда-то продавать. Купил – сразу залей себе. Вот такие, да. А то таких, наверное, кто перепродавать, уже там тоже завелось. Они сами хотят даже ограничить количество. А то там все хотят уже вторые, третьи, четвертые, пятые руки. Ну, это к вопросу, опять же, о санкции. То есть, вот, вроде бы их выдавливают, вроде бы там объемы сокращаются, но смотрите, как это постепенно, плавно делается. Понятно, это можно сказать, ну, они же все там переплелись, у них же взаимозависимые. Можно искать, мы так и скажем, что они все переплелись, и это вообще одна контора стала. И чем дальше, тем больше это в глаза бросается. Я же не знаю, что делать для нашего божьего. Ну, просто задумайтесь-то, товарищи, вот, когда они объявляют эту борьбу, и при этом вот так у них на годы растягивается, что они там как-то делят рынок, делят сферы влияния. Миллионы человек истребили уже. Закончится это вообще в ближайшие годы таким образом или нет? Ну, это настолько выгодно и вкусно, что я уж не знаю, как это может закончиться. К тому же, блин, даже, по-моему, сейчас эти украинцы закончатся, они начнут каких-нибудь там из Колумбии возить, блин, из Мексики. Глытьбы-то везде навалом, че. Пообещать им тысячонку-другую евриков там в месяц, вот, тебе набеут, им уже все равно. У них там тоже настроение, да хер с ним, лишь бы семье деньги перевели, блин.